А накануне праздника в Екатеринбургский Иоаннопритеченский собор прибыла икона Целителя Пантелеимона с частицей его мощей. Это дар Святой Горы Афон, где хранится честная глава Великомученика. Подробности в нашем следующем сюжете. Торжественно под колокольный звон встречают екатеринбуржцы и гости города образ Целителя Пантелеимона, одного из самых любимых в России святых. Его иконы есть во многих храмах, но это особенное. Она написана афонскими монахами и содержит частицу мощей святого. Ее получил дар митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл. Икона будет постоянно находиться в Иоаннопритеченском соборе. Иоаннопритеченский кафедральный собор – это был один из немногих храмов, который действовал в советское, в военное время здесь, на Урале. Его всегда любили люди, жители Екатеринбурга, Свердловской области. До сегодняшнего дня он таким и остается, любимым, а, наверное, самым намоленным таким храмом. Поэтому возникла такая идея, и мы получили на это благословение нашего ладыки, чтобы икона, она будет находиться здесь, чтобы люди, которые верующие, приходят сюда изо дня в день, получают какую-то помощь от Бога, чтобы они, прося помощи у святого великомученика-целителя Пантелеимона, также не отходили от этой святыни неутешенными. На торжественную встречу святыни собрались не только прихожане собора, но и гости из других храмов. Решили приехать, потому что привезли икону чудотворную. Надеемся на Божью помощь, чтобы сына помогла нам исцелить. Мне и моему мужу помогал святой этот. И вот, как мы молимся ему, вот приехали к иконе. Приехала я помолиться святому нашу годнику Божию, святому Пантелеимону, великомученику. У меня еще и племянник в тяжелом состоянии, вот об исцелении его помолиться, ну и вообще о душах наших помолиться об исцелении. Люди приходят с твердой верой и упованием, чтобы молитвам целителя Пантелеимона получат духовную и физическую помощь. У меня с детства гепатит Б, вот, ну я просто к Богу пришла в церковь, стала поститься, на миропомазание ходила, вообще жизнь свою привела в порядок по заповедям как можно приближнее. И все, меня сняли с учета через три года, у меня никаких вспышек нет, ничего. Ну, в общем, вот такое чудо в моей жизни было. Ну, я надеюсь, что в дальнейшем Бог мне будет помогать. Были среди собравшихся и гости из других городов и даже стран. Я приехала в Екатеринбург из города Чемкента. Приветствую всех екатеринбуржцев, поздравляю их с таким праздником, что сюда привезли мощи такого нашего целителя Пантелеимона из такого далека. Возраст у меня уже такой, что здоровье не особенно такое, это крепкое, поэтому я просила у него, чтобы он немножечко подкрепил меня со здоровьем, дал мне немножечко терпения, дал благополучно добраться домой и вспоминать с теплотой ваш необыкновенно чудный город.